В 2000 году все советские люди будут жить в отдельных благоустроенных квартирах. Сколько вырастет новых кварталов, сколько нужно тепла, чтобы их обогреть, и сколько золы и шлака пойдет в отвалы ТЭЦ. А что если горы мертвых отходов пустить в дело? Добавлять бросовую золу в бетон, экономить дорогой цене. Так и сделали на Казанском заводе КПД-3. За год сберегли 2000 тонн ценного материала. А надежен ли такой бетон, сомневаются скептики. Прочны ли дома из этих панелей, спросили мы начальника 6-го строительно-монтажного управления Валентина Ивановича Трошина. Нам поставляют уже изделия с применением вот этих самых зольных добавок, зольного шлака. На нас это отражается, ну как мы, на что обратили внимание. В поверхностях несколько улучшилось, порт стало меньше. В панели плохо впитывают влагу, некоторые сложности для нас. Но я думаю, все равно несоизмеримо с теми выгодами, которые получил наш комбинат от экономии цемента. И то, что качество все равно стало лучше. Ну хорошо, есть качество, очевиден экономический эффект, очищается окружающая среда. А не вредно ли людям жить в таких стенах? На жителей это никак не может отразиться. Дело в том, что я же сказал, что качество только улучшилось. Так еще может, я даже не представляю, что тут может жить или какое для него имеет значение, из чего мы выпускаем эти панели. Однако при явных преимуществах новая технология не получила у нас в Поволжье большого распространения. Так пусть же она не прозевает в золушках. Ведь до 2000 года времени осталось мало.